Привет, интернет! Меня по-прежнему зовут Бабай, и мы продолжаем проходить игру Алан Вейк. В прошлой серии мы закончили первый эпизод, и сегодня мы приступаем ко второму уже. Так, что-то там наша женщина говорила, что надо нам выпить кофе, что-то такое, но давайте осмотримся. Что тут в доме есть? Пройдёмся. А вот и кофе. Отлично, спасибо, я хочу, до завтра что-то там. Короче, я не услышал, что она сказала. Не успел прочитать, ну что поделаешь? Чё бубнеть-то? Серьёзно, он сам от себя закрыл какие-то комнаты в доме? Зачем? Вот скажите, вы когда-то, хотя бы когда-то, хотя бы какие-то комнаты у себя в доме закрываете? Я думаю, что нет. Ну типа на ключ, чтобы вы сами не смогли их открыть просто так. Таблетки какие-то. Алан, ты чё, наркоман? Или может быть твоя женщина наркоманит? А ты даже не в курсе. Так, тут спальня, да? Так, есть радио. Давайте послушаем. Снежная буря продолжается уже третий день. И ясно, всё плохо. Погодка так себе. Так, что тут у нас? Шкаф. Такой необжитый дом. Куча пустых шкафов. Так, Алан Вайк, это мои книжечки. Хорошо. Много, кстати, я уже книг написал. Взять страницу рукописи. Так. Оу, тут уже две странички. Правда, говорят, убивают не падение, а внезапная остановка в конце. Я лежал здесь, в снегу. А в голове у меня раз за разом повторялась жуткая верница сцен, которые привели меня сюда. Повтор моего личного кино с реальным убийством. Память моего трупа. Алан Вайк. Почти что Джон Уэйн. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла. Остался только кислый привкус поцелуя, который убил меня. Ну, тут ничего не понятно на самом деле особо. Это было запоздалое прощание. Через 30 лет после того, как я отомстил, оно наконец-то настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег, этакий зловещий коктейль с замороженным соком, растворило все разбросанные болеутоляющие и лениво капало в стачную трубу, смешиваясь с жалочью города, становясь с ней одним целым. Теперь я вижу их, моих жену и сына. Милая, я дома. Я так понимаю, мы идем по его книгам. Последняя книга «Уход» это то, что он написал как раз-таки. Да, вот здесь есть 5 книг, а в игре 6 глав. Скорее всего, каждый эпизод будет соответствовать какой-то книге. Здесь опять же есть QR-код. Можете его отсканировать. Я не знаю, куда он приведет, но я думаю, кому-то будет интересно это сделать. Так, к женщине я пойду чуть-чуть попозже, а смотреть пока что еще здесь. Что, это телевизор новый? Да, это новый телевизор. Хорошо. Ты зачем ходишь в обуви по дивану, Аллан? Так, а могу я выйти на балкон? Учитывая погодные условия, это была бы плохой идеей, поэтому нет. Хорошо, идем к жене. О, я только что закончила макеты обложки, положила их на твой стол. Ничего себе! Не ожидал, что ты так быстро справишься. Дорогой, я... Иногда я могу творить любые чудеса. Неужели? В прошлой ночи ты, кажется, в этом не сомневался. Ммм. Эх ты, шалунишка. Взять тормоз с кофе. Да, возьми ты его. Хорошо. Блин, жалко ее. Я надеюсь, что получится ее как-то спасти. Очень на это надеюсь. Она вроде бы хорошая такая. Вопрос, что дальше? Я вроде бы со всеми поговорил, все сделал. Так, ладно, она отнесла макеты страниц в мою комнату. Давайте еще раз туда пойдем. Кабинет. Может быть, там что-то появилось еще? Ну вот, вот, есть эти макеты. Выглядит просто отлично. О, да, пока Барри не наложит на них лапу. Но это только через мой труп. Тогда был последний раз. Кстати, о Барри. Он звонил. Блядь, вырубился свет. Алан, проверь пробки, пожалуйста. Пожалуйста, hurry! Хорошо. Ханни, электричество нет. У нас есть фонарик? Извини, я просто... Просто очень испугалась. Не бойся. Все будет хорошо. Это глупо, я знаю. Просто особенно, когда неожиданно, понимаешь? Это выбивает меня из колеи. Я люблю тебя. Расскажи мне историю, писатель. Ладно. Когда я был маленьким, мне часто снились кошмары. Я очень боялся темноты. В конце концов, мама дала мне старый выключатель. Она назвала его щелкунчиком. Щелкунчиком? Да. Когда мне становилось страшно, в темноте я нажимал кнопку и волшебный свет разгонял всех чудовищ. Ну, конечно. Вот он. А, Алан. Какая трёхотельная история, признайся. Ты её только что придумал. Нет-нет, серьёзно. Я тебя люблю. Хоть ты и врунишка. Спасибо за подарок. Это так мило. У него хорошая жена. Брайтфоллс. Настоящая. Как самочувствие, мистер Уэйк? Чувствуете тошноту, потерю ориентации, что-нибудь такое? Мистер Уэйк? Как вы себя чувствуете? Хорошо. Голова в порядке. Мне пришлось солгать о головной боли и потере памяти. Он бы отправил меня в больницу на обследование. Я не мог... Ну, типа он тогда не смог бы спасти Алис. Прекрасно. На сотрясение похоже. Но вы явно пережили шок. Спасибо. Что ж, мистер Уэйк, вот и всё. Если боль усилится или почувствуете ещё какие-то симптомы, милостью прошу ко мне. Можете возвращаться к своим делам. Сара, Шериф Байкер ждёт вас. Она отличный специалист. Не сомневаюсь, она быстро отыщет вашу жену. А вот я в этом сомневаюсь. Доктор Нельсон был типичным провинциальным доктором. Шериф Байкер вызвал его в управление смотреть мою голову. Ничего себе, за него так даже переживают. Простите, что оторвалось от утреннего лова, док. Красавица, верно? Конечно, доводилось не ловить и крупнее. Вы уж поверьте старому рыбаку. Но это очень даже ничего. Это большеротый окунь. Если вы любите уйдить на живца, это ваша рыба. Ну а если идёте на сёмгу или форель, то ловить надо на хлыстом. Увлекаетесь рыбалкой? А, мистер Уэйк. Но думаю, это не важно. Природа отлично успокаивает нервы. А меня в это время года от воды не оттащишь. Всё равно, что в раю. Поверю вам на слово, док. Какие здесь все разговорчивые прям. Ого-го. Так, хорошо. На улице светло. Можно немножечко расслабиться. Так. Шериф. Шериф, шериф, шериф. Тут опять эта женщина. Спасибо за проверять светлое, мисс Weaver. Всё выглядит хорошо. Я не могу с удовольствием быть комплексным депутатом Грантом. Субтитры потребуются сразу же. Ты не сможешь их в тюрьме. Я уверена, что вы обеспечите вас, мисс Weaver. Поверю вас сегодня. Очень хорошо. Я хочу потом, чтобы вам помочь. Просто в случае. Мистер Уэйк, шериф ждет вас. Это Синтия Уивер. Ее, пожалуй, можно назвать городской чудачкой. Когда-то она была редактором местной газеты, но теперь увлекается другими вещами. Как видите, она несколько помешана в состоянии освещения во всем городе, никогда не наступает на тени и всякое такое. Когда-то она писала в своей газете о всяких поразительных вещах. У Брайт Фоллс богатая история, впрочем, у какого городка она бедная? Ясненько. Элис пропала, мне требовалась помощь, чтобы отыскать ее. Так, давайте я повсюду постараюсь пробежать, посмотреть, где что есть. Да, 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 шериф в кабинете. Я понимаю, я не шериф еще, я хочу все осмотреть, что здесь. Разыскивается мужчина. Пропал без вести. 2007 год. Отличительные признаки. Мастер, побеждатель в состязаниях. Охренеть, блять. Отличительный признак. Разыскивается Ричард Баух, Борюс Данский, Джайкоб Миллер. Не вернулись в время туристического похода, не выходят на связь. Мне кажется, что это те ребята, которые пытались меня убить. Входите, мистер Уэйк. Ваш телефон на стрель, аккумулятор был разряжен, но мы его подзарядили. Хорошо. Вы уже начали искать мою жену? Мои люди взялись за телом. Не могу вспомнить. Мы поспорили, я вышел из дома. Из дома на озере Колдвей. Как вы оказались на заправке? Я хотел рассказать ей о том, что случилось в прошлой ночи, но не мог. Неизвестный номер. Извините, мне нужно ответить. Алло? Аллен, пожалуйста, помоги мне. Элис? Ничего не рассказывай полицейским, если хочешь, еще раз увидишь свою жену. Иди на заднюю стоянку. Там слева в заборе дра. Загляни в старую тачку. Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что мы все из одной истории. Когда отвяжешься от копов, набери по ходу полночь и без глупостей. Так, окей. Как мне выйти? Как-то вот здесь, да? Тут записка, кстати, есть. Взять страницу. Эй, мистер, можете свет включить? Да-да, с удовольствием. Без проблем, мужик. Я понимаю, что здесь со светом проблема от внутреннего света резала в глазах и бляла голова. По телефону мне велели пролезть через дыру. Где эта дыра? Ребятки, я чуть не успеваю прям много чего читать. Извините, но есть субтитры, можете, можете чекнуть. Я пытаюсь, но... Увы. Так, куда-то туда, в эту рухлядь надо залезть. Хорошо, здесь есть еще один термос. Звонишь и сказал мне найти дыру в ограде. Да это понятно. Так, радио. Что ж, земляки, закончилась еще одна долгая ночь, и пора нам на время проститься. Видит Бог, мне нужно поспать. Эх, и напоследок, вот еще что. Для шерифа ночь выдалась напряженной. Несколько разбитых окон, и даже сообщение о стрельбе на Мейн-стрит. Помощникам шерифа Маллигану и Торнтону пришлось разбираться с двумя перебравшими молодыми людьми, которые отмечали постройку чего-то там. Впрочем, такое бывает ежегодно. Я знаю, это здорово, когда праздник на подходе, и все же лучше поберечь силы для торжества, а стрельбой развлекаться на соревнованиях. Согласны? Зачем торопиться? Ясно, 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 ясно. Ну, пойдем, пойдем, надо пролезть через дыру. Наверное, это здесь. Хорошо. Еще одна записка. На переднем сиденье лежа водительские права, Алис. Звонивший, шуток, не шутил. Так, звонок. Берри. Ал, Ал, слава богу, где тебе, черти, насилие? Нигде не могу дозвониться. Ни до тебя, ни до Алис. Я жутко волнуюсь. Вылетал вчера, и я здесь, в Брайт-Фоллс. Берри, слушай, я в участке шрифа. Приезжай, изобери меня отсюда. Сейчас не могу говорить. Алла, что за чертовщина? Я должен был убедить шрифа отпустить меня. Меня ждала встреча с похитителями Алис в парке Альдвардвуд. Так, хорош, тут больше ничего нет. Да? Стоп. А я не могу нажать этот рубильник, чтобы вылезти наверх. Ну, ладно. Надо почитать записки. Темная сущность в закусочной. Хотя она и носила человеческое обличие, но назвать темную сущность разумно и значило применить человеческое понятие к тому, что было совершенно чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла единственное достаточно темное место во всей закусочной. Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее. Но она терпела. Писатель скоро исправит положение. Он направлялся в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Это о той женщине, которую мы встретили в первой серии. Уэйк на Лаверс Пик. Похотитель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Уэйк, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Лаверс Пик. За спиной у нас были гора и водопад. В высоте над головой мерцали красные огоньки радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар. Но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? Хорошо, больше пока что ничего нет. Нам надо свалить как-то с участка. Ну, или поговорить с шерифом, чтобы нас отпустили. Писатель — это свет, который выхватывает из тьмы очертания воображаемого мира. Творить его из пустоты. Так же, как скульптор ваяет статую, Тьма вновь поглотит его. Впереди долгий и трудный путь в темноту. На кону жизнь Элис, но нельзя об этом думать. Иначе я не выдержу. Ужас прячется на крайне восприятие. Я не сдамся. Здесь все возможно. Я закончу историю, я спасу ее. Что с этим парнем? А, все, все с ним нормально. Хорошо. Ладно, уходим отсюда. Так, давайте еще здесь осмотримся. Тут тоже может быть какая-то записка. Так, 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 так. Тормоз с кофе. Хорошо, заберем. Блин, они там трындят, и я хочу включить вот эту штуку. Так, кат-сцена. Вам уже лучше, мистер Уэйк? Я бы хотел уйти, я свободен. Ну, нам еще надо поговорить. Я что, арестован? Нет, конечно, но мне нужно знать, где вы будете, чтобы можно было с вами связаться. Я бы не рискнула поселиться в мотеле. Это мне подходит. Я доктор Эмиль Хартман. Приглашаю вас. Вы говорили с моей женой. Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении. Вы с ней, чем вы договорились, я пригласил ее сюда. Моя клиника это место, где... Уебок. Ну, по факту, если бы не он, ничего бы не случилось. Блять. Барри, Барри. Все в порядке, Сарас. Ну и все хорошо, я не хочу определять обвинений. Мое предложение остается в силе, мистер Вайк. Иди нахер, блять. Пошли, Барри. Что это черпебри было, Алл? Только повторения этого случая с папарацином не хватало. Я думал, тебя посадят. Мне нужно было выговориться. Я все рассказал Барри. Он уже было подумал, что я не вменяем. Но когда я слышал про рукопись, у него мигом загорелись глаза. Я что-то написал. И не думал, что Аллес был поднялся. Все что-то было другая история. Я был в полночной встрече с похитителем и в городе, который называется Лаверспик. Где-то в национальном парке Алт-Вургут. Мне это не нравится, Алл. Но вообще ничего не нравится. Это плохо. Мистер Вейк! Барри, вы его нашли. Привет, Рауз. Ух ты, как раз о вас думала. Я неслала Расти кофе. Он на балконе с Максом, бедняжка. К сожалению, мне уже пора. Рада была с вами увидеться, мистер Вейк. До встречи. Блядь, такая морда довольная у Барри. Кто еще за Макс? Вот дурочка. Что ты наподаешь на всех подряд? Она не виновата. Это очень хорошая девушка. Кроме того, твоя поклонница. У нее даже есть сайт, посвященный тебе. Господи. Сайт, посвященный мне. Охренеть. Так, что тут? Скелет колумбийского мамонта. Это особь, возраст которой, по оценкам, составляет около 14 миллионов лет. Была найдена в асфальтовых озерах Ла Брая в 1981 году. В 1998 году он был подарен национальному парку Элдервуд, когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штатом Вашингтон. Его нарекли Кривозубом Чарли. И с тех пор он является официальным талисманом парка. Что-то там уже было о Кривозубом Чарли. Что-то, 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 что-то было. Типа какой-то анонс. Ну правда, Алла. То, что ты говорил в машине, полный бред. Да иди нахер. Короче, там был анонс каких-то развлечений с Кривозубым Чарли. Ты в случае не пил? Нет, послушай, Барри, у меня неделя выпала из жизни. И кто-то похитил Элис. Сам-то понимаешь, как это звучит. Я не имею в виду ничего плохого. Отличная история. Когда начинаешь путать вымысла с реальностью, это верный признак, что пора... Пора, короче, обращаться в соответствующие места. Так, 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 так. Тут больше ничего нет. Там какой-то ветеринар работает с каким-то животным. Тише, малыш. Я уже почти закончил. Расти, правильно? Мистер Уэйк. Я бы пожал вам руку, но у меня они, как видите, заняты. Вообще-то, извините, что опять прошу, но не могли бы вы принести бланк регистрации со стола? Да, конечно. Что случилось? А что случилось? Чёртовы браконьеры. Да вы все одновременно говорите, вы заебали, блин, я нихера не слышу. Не успеваю читать, блядь, реплики трёх персонажей подряд. Задолбали. Барри, а можно я тебе двину? Бланк регистрации со стола. Вот этот. А, надо подписать. Или принести ему. Или подписать и принести. Неважно. Отдать бланк. Вот бланк, который вы просили. А, вот ключи. Это всё, мистер Вейк. Рад, что вы решили тут остановиться. Спасибо. Так, 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 толпа туристов, это... То, как мне пройти в парк, я так понимаю, он сказал хорошо. Слушай, Алл, ты хочешь, чтобы я поверил в то, что ты стрелял в парня, который бах и расстрелился в воздухе? Парня, которого не брали пули, пока ты не посвятил на него фонариком. Некоторые рассказывают такие истории, а потом обычно оказываются в комнатах с мягкими стенами. Прязаные койком в белых рубашках. Да, господи, не беси меня, пожалуйста. Очень пиздливый этот Барри. Я понимаю, что это друг, скорее всего, и он хороший. Алл, это же бред. Алл, Алл. Нужно пойти к шерифу или позвонить ФБР. Черт побери, Барри. Они же ее убьют. Это даже не обсуждается, я иду в Лаверспик. Он сказал, приходите одному. Хорошо, тогда ладно, да, я, я понимаю. Но ты мой лучший друг, и я боюсь, что ты не совсем в себе. Скажи мне, как тебе помочь, и я это сделаю. Жди меня здесь. Если я не вернусь до утра, вызывай подмогу. Он почему-то начал чихать. Интересно, от чего? Только поукратнее с местными, Алл. От этих деревенщин всего можно ожидать. Тористы все ненавидят, а то будет как в избавлении. Будь здоров. Местная природа хочет меня угробить. Здесь наверняка везде плесень, споры, ядовитые плющи, бог знает, что еще. Совершенно не стоит комиссионных в 15%. Так, хорошо. Пора валить. Так, 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 так. Тут есть что-то интересненькое. Тармоз заберем. Батарейка заберем. Интересно, что это за парень, у которого моя жена. Она же не просто так у кого-то оказалась. Так, тут больше ничего нет. На этом давайте мы остановимся, ребятки, сегодня. В следующей серии мы, получается, пойдем к похитителю. Будем спасать нашу Элис. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то не забывайте поставить большой палец вверх. Подписаться на канал. Пишите ваши комментарии. А мы с вами увидимся совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok